Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций позволяет успешно проявить себя в самых разных отраслях социально-политической и гуманитарной деятельности, а также в сфере общественных и медийных коммуникаций. Всего в институте реализуется программа подготовки по 12 направлениям – философия, религиоведение, теология, социология, организация работы с молодежью, конфликтология, политология. Также в институте, а именно в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций, готовят специалистов по образовательным трекам – журналистика, телевидение и телепроизводство, медиакоммуникации и реклама и связь с общественностью. В 2024 году в институте реализуется новая программа – публичная политика. Это не то, что принято называть политологией. Как-то политологию у нас уже 30 лет готовят политологов. Публичная политика – это, в первую очередь, так я думаю, разговор о политических технологиях. О технологиях, которые определяются социальными, экономическими, коммуникативными, культурными, мировоззренческими контекстами, в которых существует политика. То есть, если политолог – это теоретик политики, это фундамент политики, философские основы, ну, понятно, да, философ политики, можно даже сказать, то публичная политика или представитель публичной политики как направления – это политик, который, или ученый, который стоит на грешной земле и руками трогает, изучает и анализирует реальную политику. Магистратура также представлена многообразием образовательных программ. Освоить эту ступень образования можно по всем направлениям, существующим в институте, за исключением трека организации работы с молодежью. В 2024 году бюджетные места на бакалавриат и магистратуру случайным образом разделились довольно символично – 243 бюджетных места на каждую из ступеней. Отметим, что по сравнению с 2023 годом в этом году количество бюджетных мест на бакалавриат было увеличено на 10%. В Институте социально-философских наукомассовых коммуникаций Казанского федерального университета учатся более 3000 студентов, которые помимо образовательной деятельности также принимают участие в общественной жизни вуза. Надо понимать, что студенты не только учатся, но, естественно, вся жизнь протекает в рамках университета. То есть мы стараемся создать условия, чтобы студентам было интересно. Во-первых, это социально-воспитательная работа. Тут, наверное, стоит тоже отметить, у нас очень богатый опыт работы со студентами в этой области. Соответственно, существуют различные форумы, конкурсы, театральные студии, кружки. У нас студенты поют, танцуют. То есть они самовыражаются во всех областях. Как отмечает заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мария Ефлова, профессорско-преподавательский состав всегда старается быть со студентами на одной волне. Приходи. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета ждет именно тебя. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова